Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 22 года за смерть пятилетней вынесен приговор мужчине, который изнасиловал и убил падчерицу. Иностранные бренды пора менять на российский знак качества. В Сочи сегодня обсудили проблемы экспорта. Более 3000 квадратных метров тротуарной плитки и полукилометровая велодорожка. В Сочи открыли вторую очередь сквера на Мацесте. Больше тысячи школьников бесплатно получили новую форму. Такой подарок сделала Лига женщин «Мост Добра». 22 года за изнасилование и убийство пятилетней девочки получил гражданин Азербайджана. Резонансное преступление в марте прошлого года всколыхнуло не только село Бестужево, но и весь Сочи. 30-летний мужчина остался дома вместе с маленькой дочерью своей сожительницы. Женщина в это время отправилась в роддом за их общим ребенком. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней и изнасиловал ее. После этого он избил ребенка и пошел спать. Утром обнаружил, что девочка мертва. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате тупой травмы живота. Преступник уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. При этом сообщил соседям, что девочка якобы пропала. Сам убийца сделал вид, что ищет ее самостоятельно, а затем перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. На поиски ребенка вышли волонтеры, сотрудники администрации и городских предприятий. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. Приговором суда в Краснодаре 30-летнему гражданину Азербайджана назначено наказание в виде 22 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Реализацию национальных проектов на Кубани обсудили сегодня в Краснодаре. Глава региона Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное этой теме. В зале собрались вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и министерств. На видеосвязь вышли и главы муниципалитетов. Большая часть года позади, а значит жители края уже должны видеть конкретные результаты работы региональных проектов. По одному из них, безопасные и качественные дороги, степень реализации свыше 90%. Такой высокий результат готовности уже оценили на федеральном уровне. Губернатор обратился к собравшимся. Остальные проекты должны быть выполнены также без затягивания сроков. Сроки по всем направлениям, которые зависят от нас, от наших коллег на краевом и муниципальном уровне, должны быть максимально сжаты. Люди ждут. Не наших сроков прохождение документов по нашим кабинетам, а ждут реальной реализации того, о чем мы говорили, частности национальных проектов в жизни, в реальной своей жизни. Поэтому все сегодня алгоритмы, которые, может быть, были когда-то, сколько там документов должен отряжаться, коллеги, это все же все забыли. Еще раз подчеркиваю, нашими чиновничьими этими всеми алгоритмами, а попросту препонами, как люди называют, жизнь мы остановить не можем. Тем более национальные проекты не можем, не имеем права. Напомню, майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Край, в свою очередь, должен выполнить 45 региональных проекта по 11 направлениям. От демографии до строительства дорог. Под амбициозные задачи предусмотрены большие деньги. Кубань привлекла более 13 миллиардов рублей федеральных средств. Международная кооперация «Экспорт». Эту тему обсуждали сегодня в городском собрании Сочи на региональном совещании членов Общероссийского народного фронта. Вопрос выхода российских производителей на мировой рынок и совершенствования знака качества – актуальные и важные вопросы для нашей страны, в частности, для Краснодарского края. В последние десятилетия правительством нашей страны предпринимаются большие усилия для расширения экспортного рынка. Россия уже не сидит, как прежде, на нефтяной и энергетической игле. Этот вид экспорта составляет лишь 60%. Сократить нефтяной и газовый экспорт на 20% и увеличить продажу другого товара на международных рынках – это стратегическая задача, которая включена в национальные проекты на ближайшие 6 лет. Прошли определенный этап и достигли определенных успехов. Но сейчас важно посмотреть перед новым этапом решения этой сложной задачи, какие есть проблемы у наших экспортеров. И насколько адекватны те методы решения этих проблем, которые предлагает правительство на сегодняшний день. Ответы на многие вопросы можно получить с помощью переговоров с представителями торговли, транспортной отрасли и профильными структурами, отвечающими за продвижение товаров. Именно этим и занимается Общероссийский народный фронт. По результатам диалогов у экспортеров были выявлены проблемы в получении и согласовании документов, валютном регулировании и информационной поддержке. Большую роль в развитии экспорта играет Краснодарский край, где хорошо развито сельское хозяйство. Тем не менее, пока российские производители не могут предложить большой ассортимент товаров. Например, за границу хорошо идет зерно, а до муки пока дело не дошло. Поэтому необходимо уделить внимание перерабатывающей промышленности. Активное участие в обсуждении этих вопросов приняли представители сочинского парламента, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, члены территориальных групп и профильных комитетов. Совещание прошло по инициативе депутата городского собрания Сочи, члена регионального штаба ОНФ Юрия Немцева. Наши шаги должны быть только вперед. На то, чтобы российский торговый знак стал синонимом качества, и знак качества сделан в России, конечно же, чтобы наш народ мог гордиться этим знаком. Производители, как отметили на совещании, должны уходить от использования иностранных торговых марок и выступать на мировом рынке под российским знаком качества. Тем более, что отечественные товары действительно качественные и востребованы на внутреннем рынке. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Для возрождения традиции и поднятия боевого духа. Около тысячи кубанских казаков принимают участие в военно-полевых сборах. В течение трех дней члены Екатеринодарского отдела проходят настоящую армейскую подготовку. Их обучают саперным навыкам и показывают, как обращаться с современным оружием. Носки армейские я взял, переодеваться на тельная посуда. Ничего лишнего, только самое необходимое. Еще с собой 13-летний Коля Лукьяненко взял старшего брата. Молодые казаки на военно-полевых сборах живут уже второй день. Условия спартанские. Вещмешки, передвижная кухня. Спать приходится в таких палатках по 20 человек. Но что самое интересное, парням это только нравится. Молодое мое вечеринное место. Небольшое, правда, но когда ты целый день, тут очень сильная программа, ну, заполненная. И полигоны такого плана, ты просто не замечаешь эту тесноту. И удобно очень спать даже. Весь день расписан по минутам. Подъем, зарядка, обязательная для каждого казака молитва. Для этого на армейском полигоне специально развернули полевую церковь. Обычно в хуторе Молькин тренируются десантники. Но на три дня они стали наставниками почти для тысячи казаков Екатеринодарского отдела. Под присмотром своих армейских коллег им показывают, как обращаться с оружием. Например, с автоматическим гранатометом. Сейчас расслабляем барашки. Убираем погрешность, то есть выставляем все на нули. Здесь, здесь. И гранатомет считается выверенным, готовым к применению. Конечно, проводят стрельбы и устраивают полосы препятствий. Вперед, ускоряйте. Сложно, нет? Так. Да не очень. Зацепил сок. Но казачьи учения не были бы таковыми без мастер-классов по верховой езде. Казачье седло предназначено для дальних походов. Потому что оно мягкое. Раньше набивалось это седло конским волосом, пером набивалось. В этом седле можно до суток находиться. На десантный полигон специально привезли двух скакунов. Лошадь для казака даже не символ, а вся его жизнь. Конь всегда для казака был даже больше, чем другом. Он был частью себя. Казак и конь это было всегда едино. Казак всегда своего коня воспитывал с самого рождения. И до самой смерти конь был всегда с казаком. Казачьи учения очень похожи на армейские. Это неудивительно. Всю свою историю казачества было связано с защитой родины. Поэтому обращаться с оружием, быстро бегать и иметь хорошую выносливость для них, можно сказать, дело чести. Сегодня на полигон приехал губернатор края Вениамин Кондратьев. Высоко оценил боевую подготовку казаков. После огневых точек зашел в палаточный лагерь. Условия, конечно, не гостиничные, но пройдя именно такую школу, молодые парни точно будут готовы ко всему. Кубанское казачье войско – единственное войско в России, которое уже 12-й год проводит военно-полевые сборы. Проводим и этим гордимся. Ребятам, казакам – это хорошее подспорье для подготовки службы в вооруженных силах нашей страны. Наши предки, казаки веками, с честью, совестью, несли службу по охране России. Они служили верой и правдой своему Отечеству. Составляли стержень, военный стержень и дух Великой Российской Армии. Они охраняли не только границы нашей страны, они охраняли и порядок внутри страны. Сегодня казачество снова заняло свое место в строю. Возвращает свою историческую миссию быть надежной военной опорой страны. Сегодня кубанские казаки уже проходят службу в пограничных частях, охраняя рубежи родины, как и их предки. В реестровом войске Краснодарского края находится 55 тысяч человек. Казак – это всегда был прежде всего воин, а потом уже землепашец. И слова «Родина», «Патриотизм», «Отечество» всегда, во все времена, было в душе, в сердце казака. Потому что казак всю жизнь служил России, своему Отечеству. И вот эти слова, они передаются из поколения в поколение. Завтра у казаков заключительный день военно-полевых сборов. За трое суток они получат не только навыки выживания в походных условиях, но и познакомятся с такими узкими направлениями, как инженерно-саперная подготовка и снайперское дело. За вклад в развитие системы МВД и труд на благо города. В Сочи с юбилеем поздравили Лилию Кантемирову. Она много лет отдала службе в правоохранительных органах. С 90-летием ее поздравили руководители полиции и города. Лилию Кантемиров участвовали в здании городского собрания Сочи. У порога парламента ее встречали кавказскими танцами и осетинскими пирогами. Лилия Муратовна родилась и выросла в Осетии. Ну а службу в милиции начала в 1963 году в подразделении уголовного розыска города Читы Забайкальского края в отделе по делам несовершеннолетних. В УВД города Сочи с 70-х. Здесь она также работала с трудными подростками и занималась розыском без вести пропавших. Она является первым заместителем председателя Совета ветеранов. Продолжает работать, приемы проводит граждан. И занимается и молодежью, и трудновоспитуемыми детьми. И, конечно, оказывает помощь людям пожилого возраста. Хотя ей уже 90, а она продолжает быть в строю. С 90-летием Лилию Кантемирову приехал поздравить и начальник МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев. Лилии Муратовне подарили десятки букетов цветов. В ее адрес прозвучали сотни слов благодарности за ее труд и переданный опыт. Именно неустанный каждодневный труд, говорит юбиляр, это секрет ее долголетия. Когда я получила диплом, я поняла, что это свидетельство не только об окончании учебного заведения, а это своего рода вексель, по которому надо служить обществу, народу, честным, благородным трудом. Что я и делала всю свою жизнь. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 27 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 27-29 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Более 3000 квадратных метров тротуарной плитки и полукилометровая велодорожка. В Сочи в эти выходные торжественно открыли вторую очередь сквера на Мацесте. Заброшенное место в уютный сквер превратили благодаря нацпроекту комфортная городская среда. На открытие сквера собралась не только вся Мацеста, но и жители соседних районов. А до открытия новой зоны отдыха в этот же день утром в парке провели масштабный субботник. Обо всем по порядку Ольга Десятого. Рано утром в день открытия сквера сюда снова зашла спецтехника. Специальная машина дробит обрезанные только что старые ветки. За считанные секунды дерево превращается в щепку. Ее используют для благоустройства нового Мацестинского сквера. Эта щепа принадлежит парку. Древесина, соответственно, и щепа тоже. Кроме того, эту щепу можно использовать в хозяйстве. Можно как удобрение. И в любых целях она идет. И очень хорошо. Привести в порядок новый парк перед торжественным открытием собрались неравнодушные жители Мацесты. На субботник вышли и коммунальщики. По территории сквера проходят теплотрасса и газопровод. Чтобы людям было хорошо, приятно ходить, отдыхать. Мы покрасили 300 метров газопровода, почистили охранные зоны. В субботнике приняли участие около 500 человек. В несколько раз больше сочинцев собралось позже, на торжественном открытии сквера. Здесь организовали большой праздник с выступлением творческих коллективов, мастер-классами и прочими зонами активности. Новый парк – это более 3000 квадратных метров тротуарной плитки. Около сотни скамеек, фонари, газоны и почти полтора километра велодорожек. Вообще мы даже не знали, что мы строим. Мы только имели представление раньше, как он был и как он сейчас. Нет слов. Можно теперь с семьей переходить погулять, покататься на роликах детям, на велосипеде. Ну, вообще здорово. Здесь на Мацесте некуда было сходить. А сейчас каждый день можно сюда спускаться и здесь гулять, проводить время с детьми. А когда здесь будет четыре спортивные, три детские площадки, мы совсем загордимся. Это уже вторая очередь благоустройства сквера. В рамках первой год назад отремонтировали заброшенную несколько десятков лет набережную. Более сорока лет назад здесь была просто набережная, не широкая бетонная дорожка, по которой люди ходили пешком от старой Мацесты до моря. И потом все это пришло в запустение. Я хочу все-таки сказать огромное спасибо главе города за поддержку наших, наверное, желаний, нашей мечты. Потому что если бы на высоком уровне он не поддержал вот этот огромный парк в семь гектар, нам бы не получилось его осуществить. Сквер на Мацесте построили по нацпроекту «Комфортная городская среда», благодаря которому в Сочи ежегодно обустраивается несколько прогулочных зон. Мэр Сочи уверен, новый парк полюбится не только жителям Мацесты, а всем сочинцам. Ведь на открытие сквера целыми семьями приезжали и из соседних районов. Задача стоит, чтобы зоны отдыха, общественные зоны были у каждого микрорайона. И, к счастью нашему, это не только набережная на Мацесте, это и многие парки, которые мы с вами открыли. Тот же сквер на КСМ, тот же парк, посвященный 80-летию Краснодарского края, та же самая зона отдыха в микрорайоне Блинова и многие-многие другие. Это очень яркий пример работы всех ветвей и законодательной исполнительной власти. Потому что на такой большой гардиозный проект потрачены средства федерального, краевого и местного бюджета. В унисон сделана такая выдающаяся, по масштабам города, не побоюсь этого слова, проведена стройка благоустройства целого большого микрорайона. Совсем недавно первую очередь нового Мацестенского сквера объединили с Теренкуром. После завершения третьего этапа благоустройства в 2020 году город получит 10-километровую прогулочную аллею от главного здания Бальню-Лечебницы до центрального стадиона. Таким образом, новый пешеходный променад станет самым протяженным на юге нашей страны. Ну а на открытии парка уже по традиции высадили молодые саженцы. Глава города с жителями заложил аллею Яблонь. Ее назвали «Аллеей процветания Мацесты». Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Больше 12 тысяч сочинских детей получили школьную форму. Это результат работы городской общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра» за 10 лет. Такие подарки к началу учебного года получают многодетные и малоимущие семьи. С каждым годом количество комплектов школьной формы меняется в этом году. Более тысячи расскажет Татьяна Говоркова. Сегодня фойе Зимнего театра пестрило яркими красками костюмы аниматоров и разноцветная школьная форма, которую уже по традиции многодетным и малоимущим семьям дарит сочинская организация «Лига женщин МОЗ Добра». История эта началась ровно 10 лет назад. Тогда было приобретено 300 комплектов. Сегодня больше тысячи. В такой красивой, а главное удобной форме в первый класс пойдут тройняшки Георгий, Григорий и Диана Коршуновы. На форме есть и герб их школы. Подарили замечательную, нарядную форму. Детям очень нравится, очень хорошего качества. Я как мама многодетная, малоимущая. Для меня это просто колоссальная поддержка моему семейному бюджету. Я очень-очень-очень благодарна «Лиге женщинам» за то, что они есть и все время нас поддерживают. Сарафаны, блузки для девочек, рубашки с длинным и коротким рукавами, брюки, жилеты и галстуки. У каждой сочинской школы свой цвет и фасон. Это всегда учитывает «Лига женщин» при заказе формы. Шьется все по индивидуальным меркам. Нам хотелось, чтобы дети были правильно одеты, чтобы как раз выполнилась та цель, которую мы перед собой поставили, что дети должны быть все равны в внешнем виде, а знания они уже проявляют свои. За 10 лет «Лигой женщин» было подарено более 12 тысяч комплектов школьной формы. Ее ребята получили абсолютно бесплатно. И это далеко не единственная помощь от меценатов. Только в этом году сочинские предприниматели «Единороссы» выделили 20 миллионов рублей на ремонт школ. Например, в Лау и Бардоне за короткий срок местные бизнесмены благоустроили старые школы. Теперь корпуса выглядят красиво, современно и готовы принимать детей. Это яркий пример того, как оказывают помощь наши шефы. Ну и, конечно, не только школы, не только детские дошкольные учреждения, но и сами семьи тоже иногда нуждаются в поддержке материальной. И то, что делала все это время «Лига женщин» воздавра, заслуживает огромного уважения. Помимо формы, сегодня больше тысячи детей получили и другой сюрприз. Для них был организован праздничный концерт. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Новая волна останется в Сочине. О каком переезде не может быть и речи. Об этом на пресс-конференции по случаю открытия конкурса заявил композитор, генеральный продюсер и председатель жюри конкурса Игорь Крутой. В Сочи в пятый раз международный конкурс стартовал в Олимпийском парке большим галоконцертом. С сегодняшнего дня на сцену начнут выходить конкурсанты. Это 13 молодых вокалистов, представляющие 11 государств. Каждый год задаются вопросы, а как участники в этом году, по сравнению с предыдущими годами, каждый раз я говорю, ой, как это усиление. А уж сильнее, не сильнее, это станет понятно, после конкурса. Потому что, как ребята справятся с волнением, какая погода будет, как аркустик. Это очень много мелких каких-то вещей, которые очень важны для вокалистов. Новая волна – это особый пункт в событийном календаре Сочи. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов. Курорт принимает ежегодно почти 400 мероприятий. И каждое из них – это не только развлечение для сочинцев, но и метод привлечения туристов. Мы только за эти три месяца приняли 3 миллиона отдыхающих. Это выше на 200 тысяч, чем в прошлом году. И естественно, что до конца года мы 6,5 миллионов человек будем принимать. И естественно, для курорта, для туристического курорта очень важно, чтобы такие событийные мероприятия у нас проходили. В любви к Сочи признался и Филипп Киркоров. Но чуть позже, на сцене, перед премьерой своей новой песни «Стеснение пропало». И с этим городом у меня связано очень много, потому что в этом городе далеком 64-м году познакомились мои родители. И если бы не Сочи, я бы сейчас перед вами здесь не стоял. Поэтому спасибо Сочи, спасибо гостеприимный город за очередной праздник, который нам дарит новая волна. А 28 августа в рамках новой волны состоится бесплатный концерт на площади Южного Мола. Начало в 21 час. В нем примут участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Жасмин, дискотека «Авария», Леонид Агутин и многие другие. В этом году на Южном Молу будет идти видеосъемка, чтобы потом показать сочинский летний концерт на широком экране. В Сочи стартовал девятый кубок мира «Сириус» среди молодежных клубных команд. На матче открытия присутствовал президент России Владимир Путин. Матч открылся красочным предматчевым шоу, в котором приняли участие капитаны команд из восьми стран, а также талантливые воспитанники образовательного центра «Сириус». С на льду шайбы игроков и тренеров поприветствовал президент России Владимир Путин. Дорогие друзья, приветствую всех участников соревнований и зрителей. Сегодня здесь, в Сочи, мы открываем уже девятый по счету кубок мира среди юниоров. Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим их за то, что они приехали в Россию. В России с особым интересом всегда относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров, Анатолий Тарасов, в столетии которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте как о благородном соревновании ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что и сегодня, в предстоящие дни, молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют своих болельщиков. Поздравляю вас с началом соревнований и желаю вам успехов. Почетным гостем турнира стал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он отметил, что приятно видеть развитие и дальнейшую жизнь олимпийских объектов. Вернуться в Сочи для меня это очень интересно, знаково. Девятый кубок среди молодежных команд «Сириус» – это шаг в будущее хоккея. Российский ЛОКО в матче открытие с трудом, но вырвал победу канадской сборной Альберты 3-2. Во второй день турнира болельщиков ждала насыщенная программа. Сразу три матча прошли на льду шайбы. По итогам первого круга группу А возглавил ЛОКО с тремя очками, а в группе Б с победами в основное время лидировали Рэдбул и Керпят. В третий день турнира состоялись два матча группы Б. Сборная Альберты обыграла МОДА, а ЛОКО одержал уверенную победу над Давосом со счетом 4-0, обеспечив себе место в полуфинале. По итогам дня российская команда закрепилась в лидерах группы А с шестью очками, а канадцы поднялись на второе место. Спасибо большое за поражение. Много было моментов забить. И, наверное, вот только к концу второй игры получилось это сделать. Очень благодарен центральному моему денежку Максиму. Заготовка сработала. Да, не то что нервничали, просто хотели больше забить, быстрее отбирали шайбу. Просто агрессивно играли, поэтому немножко там заигрывались в атаке. И это привело к ненужному выглянению. Мы увидели, что команда ЛОКО очень сильная. Несмотря на наши старания, они оказались сильнее нас. Но это соревнования. Ярославская команда ЛОКО представляет Россию на правах действующего чемпиона молодежной хоккейной лиги. Лучшую клубную команду определят в финале 31 августа. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин